Мы продолжаем прямой эфир на Думской ТВ. Еще полчаса говорим о самом главном. Кабинет министров внес изменения в налоговый кодекс. Это распоряжение было сегодня принято. Об этом поговорим прямо сейчас. У нас есть гость Ирина Тодорич, адвокат. С вами и будем обсуждать эту тему. Важно ли, насколько важно и что это даст украинцам. Перед этим предлагаю посмотреть небольшой видеоматериал и вернуться к обсуждению этой темы. Кабин принял изменения в налоговый кодекс. Документ направили на рассмотрение Совета реформ. Что же это означает? Законопроект предусматривает улучшение администрирования налогов. В частности, революционные изменения ждут сферу НДС. Кроме того, вводится единый реестр по возмещению налога. И все будут на равных условиях. Процессы возмещения НДС будут автоматизированы. Также будут расширены функции электронного кабинета налогоплательщика. Во избежание контакта бизнеса и налоговой. Еще одно важное изменение. Введение единого казначейского счета для уплаты всех налогов. Кабмин предлагает ввести ускоренную амортизацию, чтобы стимулировать инвестиции в развитие бизнеса. Вводятся налоговые каникулы для новых и действующих предприятий на пять лет. Предприятие получает право переносить свои убытки при реорганизации. Говорим о самом подробном предложении, которые были сделаны сегодня в кабинете министров, которые были одобрены. У нас есть возможность задать эти все вопросы специалисту в этой области, который точно понимает, какая выгода для бизнесменов представляется в этом изменении в налоговом кодексе. Ну вот желательно таким простым языком, не канцелярским, чтобы всем было понятно. Ну, если не канцелярским, начнем с самого, наверное, главного. Что для каждого из нас любые изменения в налоговом законодательстве очень важны. Потому что все мы с вами являемся налогоплательщиками. Каждому из нас вы имеете в виду не только бизнесмену, а и самому обыкновенному гражданину. Конечно, обычному гражданину, потому что мы все являемся налогоплательщиками разных налогов абсолютно. Те предложения, которые сегодня были озвучены министром финансов на заседании кабинета министров, касаются разных сфер. Ну, начнем, наверное, с самой такой популистской темы, которая уже, наверное, есть и продолжается в нашем социуме, где-то, наверное, с последних лет 10, это упразднение такого органа, как налоговая милиция. Предлагается упразднить ее в очередной раз. С 2003 года я работаю и взаимодействую с налоговыми органами. И вот каждый год эта тема постоянно поднимается, потому что это как бы карательный орган. Мне кажется, слегка преувеличивается его значение на самом деле. И сейчас предлагается ввести службу социально-финансовых расследований при непосредственном министерстве финансов. То есть налоговой не будет? Такой прогноз. Налоговой милиции не будет. Скажите, пожалуйста, а преувеличивается кем значение налоговой милиции? Самой налоговой милиции? Или бизнесом все-таки. Или бизнесменами? Я думаю, что преувеличивается эта инсинуация именно государственных органов по поводу того, что имеет право делать налоговая милиция на сегодняшний день. Потому что налоговым кодексом Украины на сегодняшний день четко ограничены их полномочия. И уже такие функции, как осуществлять проверки налогоплательщиков, уже у налоговой милиции нет. Они осуществляют только функцию оперативно-розыскную, функцию досудебного следствия и непосредственно проведение уже расследования различных уголовных производств. Скажите, а когда их ограничили в проверках, были случаи, инциденты, когда они продолжали проверять под эгидой своего собственного обогащения? Ну, конечно, даже в этом году было очень много, если вы обратите внимание, особенно вот на этой неделе, была ситуация не очень хорошая, приятная. Она есть освещена в Фейсбуке, когда сотрудники налоговой милиции представляются даже сотрудниками других органов и пытаются осуществить какие-либо воздействия на налогоплательщиков. В частности, это были предприятия. Но это вымогательство, да? Вот прямо будем говорить. Они приходят, говорят, мы там нарушили, это стоит столько-то. Вы знаете, я бы даже сказала, так как я адвокат, нужно правильно квалифицировать, допустим, действия, то, наверное, скорее всего, это даже мошенничество. Это 190-я статья Уголовного кодекса, потому что это нужно иметь какие-то определенные полномочия для того, чтобы что-то предлагать, что-то сделать или что-то возможно сделать, вот как вы говорите, вымогательство. А это больше даже на испуг либо поведется налоговая милиция. Ирина, в таком случае, вот раз мы уже об этом заговорили, еще есть много вопросов. Дайте инструктаж мелким бизнесменам, как правильно себя вести в случае, если налоговая милиция появляется в гостях. Но которой уже не будет, вероятно. Ну, надо проинструктировать, чтобы люди знали, как себя вести. Ну, года, будет даже, если она будет называться иначе, то, судя по опыту и даже реформы в полиции, то минимум 50% в новой службе финансовых расследований, скорее всего, это мои предположения, будут те же самые сотрудники налоговой милиции, которые работают на сегодняшний день. Переоденутся. Ну, просто оденут другую форму и будут называться, они будут называться. Но останется схема работы та же. Скорее всего, что да. То есть мы не видели пока, это на сегодняшний день была только презентация, только презентация того, что возможно будет. То есть непосредственно самого законопроекта еще нет. В конце недели Верховной Раде уже обещают, потом возможно рассмотрят народные депутаты, возможно проголосуют, будем ждать. Да, если вернуться к вашему вопросу, Никита, по поводу того, какие рекомендации. Ну, во-первых, самая главная рекомендация, я считаю, что любому уже, наверное, предприятию на сегодняшний день в реальном секторе экономики, нужен прежде всего либо грамотный юрист, либо адвокат, с которыми они заключают договора. Если что-то возникает, какие-то вопросы, прежде всего нужно вызывать юриста или адвоката. Юрист, если он работает на предприятии… Но мы же прекрасно знаем, что экономят на этом. Мелкие бизнесмены точно. Да, да. Это ошибка. Поэтому я думаю, что да. Можно сэкономить юриста и адвоката, она ведь тоже немаленькая. Возможно, дешевле откупиться от вот такой вот службы разной, чем вызывать юриста и адвоката. Ну, вы знаете, я считаю, что это вообще не прогрессивно. Откупаться сейчас в наше время, когда мы идем уже по пути реформ и идем в Европу, наверное, не стоит вообще. Нужно менять менталитет, прежде всего, каждого из нас. И нужно, наверное, если нужно платить налоги, законно и честно, платить. Если ты видишь, что идет какое-то злоупотребление в твой адрес, то платить не нужно, а нужно оставить свои права, вплоть до обращения в суд. Какие преимущества все-таки в этих изменениях в налоговый кодекс? Ну, вы знаете, преимущества есть. Вот так вот, честно говоря, я прочитала только презентацию, потому что никакого другого источника на сегодняшний день нету. Могу отметить несколько моментов, которые, на мой взгляд, могут помочь. Они кардинально не изменят и не облегчат жизнь каждого гражданина и субъекта хозяйствования, честно говоря, на мой взгляд. Но какие-то улучшения есть. Первое, на мой взгляд, это введение, как они хотят ввести, электронный кабинет для каждого платежщика налога. То есть будет возможность входить, как, допустим, есть в банках электронный кабинет, заходить и осуществлять платежи. Никакой бюро снасти, никаких листиков, все в электронном формате. Но тут есть один нюанс. Самое главное, чтобы все эти электронные базы работали, потому что не всегда это происходит. Как, например, процесс недекларирования, который умирает при первой же попытке туда внести какую-то информацию. Да, в том-то и дело. Вот это самое главное, чтобы они все работали. Это все прекрасно, но главное, чтобы оно было все обеспечено. Потому что если ты провел платежи, ты должен это увидеть. А если оно не работает, ты на память же не помнишь. Да, сталкивались с этим и студенты, которые поступали, электронное заявление подавали, были сложности. То есть нужно эту систему испробовать, которая набьет шишки некоторым. Наверное, какие-то пилотные проекты для начала ввести. Допустим, в каких-то отдельных областях, возможно. Ну, как-то нужно им это продумать. Но не популистский проект. Все-таки будет какой-то результат, например, для бизнеса польза реальная. Ну, так декларируют. Ну, вы знаете, я пока не увидела. На мой взгляд, может быть, я слишком консервативный взглядов. На мой взгляд, реальная польза – это когда идет снижение ставок налогов. Вот, допустим, как было в проекте Южанина изначально. То есть этот законопроект, который они разрабатывают, они разрабатывали, якобы говорят, что на 30% взяли тот законопроект, который был не на Южанина, разработан еще в прошлом году и внесен в Верховный Совет. Так вот, там реальные были снижения налогов. Допустим, НДС с 20% был снижен по ее предложению до 15%. НДФЛ – это налог на доходы физических лиц. С 18% до 10%, вдумайтесь. ЕСВ – это единый социальный взнос с 22% на сегодняшний день до 20%. И налог на предприятия, на доходы предприятия на сегодняшний день – 18% тоже был снижен до 15%. Если все эти цифры заработали бы, это не понесло бы убытки государства большие? Может оно позволить себе такое? Ну, вы знаете, это уже, наверное, больше вопрос к финансистам, насколько… Так вот, может быть, ответ со стороны финансистов отрицательный, именно поэтому не заработала такое предложение? Возможно. Но, вы знаете, та группа, которая разрабатывала этот законопроект, который Нина Южанина внесла в прошлом году, достаточно компетентная, ну, на мой взгляд. И Нина Южанина сама является председателем комитета налоговой и таможенной политики. Я думаю, что когда они предлагали такие изменения, наверное, они на что-то закладывали изначально и, наверное, на что-то рассчитывали. В новом налоговом кодексе не идет речи о понижении налогов? О снижении налогов? Ставки нет. Ни одной ставки снижения нет. Есть такие вот мелкие приятные моменты, это как введение кабинета электронного, как я уже говорила, упражнение страшной налоговой милиции, скажем так. Это приятный момент, неприятный? Это приятный момент. Еще приятный момент по поводу, опять же, это декларирование, по поводу изменения администрирования возмещения НДС непосредственно. То есть каким образом будет возмещаться НДС? Якобы будет единый реестр, куда можно направить заявку, потому что сейчас с этим очень большие проблемы. В основном все дела находятся в суде. Через суд только предприятия могут непосредственно себе возместить НДС. А сейчас как это будет? Еще поясните, как будет работать? Это якобы будет электронный реестр, куда можно направить одну заявку. Допустим, я предприятие, я директор предприятия, у которого есть к возмещению, допустим, миллион гривен. Я вхожу туда, в эту систему, заполняю заявку. Но опять же, это все, что я только прочла из их декларирования. Как будет на самом деле, какой будет механизм прописан. Понимаете, тут мне кажется, очень важно не просто то, что примут, какой закон или законопроект, а кто будет его реализовать, как будет это потом происходить. Есть профессионалы, которые могли бы его реализовать достаточно практично, чтобы он заработал в тех направлениях, на которые заданы? Знаете, это самый интересный, наверное, самый животрепещущий вопрос. Есть ли специалисты? Я надеюсь, что есть. Но вы их не видите, да, судя по... Ну, есть некоторые кадры, которые еще остались, которые давно работают на энтузиазме. Потому что, к сожалению, реформы, изменения и по заработной плате у сотрудников налоговых органов остается желать лучше. А куда уходят профессионалы? В частный сектор? Они занимаются юриспруденцией, адвокатурой? Да, ну, кто-то занимается аудиторством, кто-то открывает аудиторские фирмы, кто-то становится экспертами в других областях. Но все, что связано с финансовыми, с финансами и с правом, да, это, конечно, люди это востребованы достаточно. Выясните нам, что такое налоговые каникулы и как они могут сейчас быть полезны? Вы понимаете, это тоже очень интересная декларация. Налоговые каникулы. В моем понимании налоговые каникулы – это, возможно, освобождение либо снижение ставок по определенным видам налога для какой-то определенной группы налогоплательщиков. Но какая конкретно группа налогоплательщиков пока в этом законопроекте, это же только проект, только презентация, что конкретно имеется в виду, пока непонятно. Из этого сделать не возможно. И, возможно, будут правки, вероятно, найдутся несогласные. Обязательно, конечно. Я думаю, в нашей Верховной Раде такие дебаты будут по этому поводу. А вот какие основные камни преткновения будут? За что будут выступать против народные депутаты, как вам кажется? Ну, я думаю, НДС. Это всегда самый интересный момент. И, возможно, налоговые милиции. То есть не захотят упразднения этой службы? Возможно, потому что, понимаете, это же все бюджетные деньги, это все затраты. Создание новой службы, новые, возможно, повышенные заработные платы. Возможно, новое для них необходимо обеспечение еще, допустим, материальное. Но процесс же происходит в рамках реформирования. Это то, что от нас хотят, тот же МВФ. Ну да, да, это от нас хотят. Но это не может быть не всегда аргумент для народных депутатов. Не всегда, к сожалению, да. Хотя иногда у нас голосуют законопроекты. Сегодня собрались, проголосовали и приняли в третьем чтении уже все окончательно. Также и изменения в реформах направлены на фиксальную службу. Что вы там увидели полезного? Вот также указано о том, что за работой государственной фиксальной службы будут следить общественники. Как это можно осуществить? Фискальная служба и общественники. Ну, я думаю, может быть, это говорится о том, что та же, вот, по, опять же, этой презентации, та же налоговая милиция упраздняется, будет создана служба финансовых расследований. И служба финансовых расследований, одна из ее обязанностей будет дважды в год публиковать свои результаты работы. То есть их основная цель будет выявлять, допустим, зловживание, скажем так, украинскую мову. Их станет больше, если их начнут фиксировать наконец-то. Возможно. И, как минимум, если будет этот уже контроль окончательный, непосредственно их результаты работы должны быть видны, то, возможно, будут работать качественнее. Ну, то есть хорошо, плюс. Объективно очевидно. Будем на это надеяться. Слушайте, а вы вот оглядывайтесь на какую-то страну, где очень хорошо работает налоговый кодекс, и было бы хорошо взять его за пример? Ну, я бы могла сказать, наверное, что, на мой взгляд, и мне кажется, насколько я знаю, в этом году уже туда ездили с делегацией наши представители, это Сингапур. Сингапур. Да. Но у них давно произошли изменения. У вас немного вариантов, или Грузия, или Сингапур. Все. Достаточно понятно. Хотелось бы еще услышать от вас несколько тезисов в завершении нашей беседы. Вот. Плюсы и минусы, чтобы в завершении беседы зрителю было понятно, концентратно в своей беседе. Ну, плюсы, наверное, основные то, что, с одной стороны, Министерство финансов старается что-то делать. Называет это реформой. Вот. Насколько эта реформа будет эффективна в дальнейшем, мы посмотрим. Мы посмотрим, почитаем действительно законопроект. Посмотрим, какие налоговые каникулы и для какой группы непосредственно налогоплательщиков будут. Потому что, если это налоговые каникулы действительно будут реальны, и можно сейчас будет создавать какие-то новые бизнесы, это будет очень хорошо. Что из минусов? Ну, хотелось бы меньше популизма и больше реальной работы. Мы на самом деле встречаем в обществе, и гости об этом, которые к нам приходят, говорят нередко. Вот такое сопротивление в принципе реформам как таковым. То есть это, видимо, говорит о том, что на самом деле общество не готово что-то менять еще. Ну, на мой взгляд, я готова всегда. Я люблю выходить из зоны комфорта. Потому что развитие… Действительно, это выход из зоны комфорта. Приходится где-то экономить, если это там сфера ЖКХ. Да, экономить. Где-то пересматривать в принципе свое поведение. Конечно, не только поведение. Самое главное – мышление. Мышление, правда, да. Мысли наши и настраиваться на позитивное и на то, что нужно работать. Нужно избавляться от лени и от алчности и, наконец-то, начинать брать ответственность за свою жизнь на себя. Прекрасное завершение сегодняшнего дня и сегодняшнего эфира. Поддерживаю. Отличные слова. Спасибо вам большое, Ирина. Спасибо вам. Тодорич, адвокат, была у нас в студии. Говорили об изменениях в налоговом кодексе. На сегодня у нас все. Передаем слово Али Есина. Она ознакомит вас с финальным выпуском новостей на сегодня. А мы увидимся уже завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова